Здравствуйте, в эфире программа тема дня комментарий. Меня зовут Никита Васильев и сегодня у нас в гостях представители важного ведомства, ответственного ведомства. Это сотрудники налоговой службы сегодня вместе с нами. Повод простой. 1 декабря, да, у нас совсем скоро приближается такая дата, до которой необходимо уплатить все свои имущественные налоги за 2020 год, прошлый год. И сегодня о том, как будет строиться эта работа, как она уже ведется, да, и что нужно знать всем налогоплательщикам, об этом нам расскажет Галина Алексеевна Кустова, начальник отдела камеральных проверок номер 3, межрайонные ФНС России номер 12 по Тверской области. Галина Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что сегодня пришли к нам на эфир. Галина Алексеевна, ну расскажите, совсем скоро, да, как я уже сказал, приближается важная дата, 1 декабря, вот именно до этой даты нужно все свои налоги имущественные оплатить. Как сейчас строится работа с налогоплательщиками со стороны налогового ведомства? Ну, налоговые органы Тверской области сформировали более 667 тысяч налоговых уведомлений за 2020 год на уплату имущественных налогов. Значит, 178 тысяч налоговых уведомлений разослано через личные кабинеты налогоплательщиков. Остальные налоговые уведомления, значит, переправлены, отданы на почту для рассылки заказными письмами. Налогоплательщики их уже начали получать, насколько я понимаю, да, так или иначе уже первые уведомления приходят. Как долго будет идти рассылка, как долго эти уведомления будут получать своих адресов? Налоговая рассылка будет идти до конца октября, поэтому если кто-то не получит до конца октября, ему следует обратиться или в налоговый орган, или в МФЦ для получения этого налогового уведомления. Но у нас существует определенный ряд налогоплательщиков, которые эти налоговые уведомления не получат. Кто это такие, расскажите. Ну, первое, это пользователи личного кабинета, поскольку они ему уже выгружены. Вторая категория, это кто у нас полностью освобожден от налогов. Полные льготники. Ну, допустим, пенсионер имеет квартиру, жилой дом и земельный участок 6 соток. То есть он у нас освобождается и от квартиры, и от жилого дома, и имеет налоговый вычет по земле 6 соток. Поэтому он налоговое уведомление не получит. Третья категория у нас, кто не получит, это тот, у кого сумма налога сформировалась менее 100 рублей к уплате. Ну, это, допустим, тот же пенсионер, но имеет не 6 соток земли, а, допустим, 6 и 3 сотки. И у него начисление налога меньше 100 рублей. Вот ему 3 года мы будем ждать, копить вот эти долги, и когда вот 3 года истечет, мы ему начислим за все 3 года, ну, там, может, 100-120 рублей, то есть более 100 рублей. Он заплатит один раз без начисления пени, без штрафов, без всего. То есть волноваться по этому поводу не следует. И еще у нас в этом году появилась одна категория граждан. Это у кого была старая переплата, ну, мы так называем ее старая, то есть прошло больше трех лет с момента образования этой переплаты, и вернуть мы ее не можем уже. Вот в этом году летом был принят ряд изменений в налоговый кодекс, и эту старую переплату теперь можно зачесть в счет уплаты налогов. Вот такие категории граждан у нас... То есть вот этим людям ждать налоговое уведомление не нужно, они не получат. А расскажите в целом вообще, как производится оплата, каким образом производится оплата имущественных налогов, и каковы сроки вообще направления вот этих самых сводных налоговых уведомлений? Ну, налоговое уведомление, личный кабинет уже все выгружены, они там уже... То есть у кого есть доступ к личному кабинету, уже можно смотреть, заходить, там все есть. А все остальные, значит, вот сейчас уже получают, ну, в порядке там, наверное, очереди, они все получают. Что у нас получается? Что уплатить налоговое уведомление через личный кабинет можно там же прямо оплатить, а кто получает на бумаге, можно платить, можно сканировать штрих-код, а можно по УИН-документу. Там он написан в верхней строчке, там много-много цифр. Вот так, ну, как бы вот. А оплату можно производить в любом отделении на почте, Сбербанка, через онлайн-банк, ну, кому как удобно. Ну, понятно, нужно прийти, да, с удостоверением, скажем, личность, да, конечно, и с тем самым налоговым удавлением, если оно получается на руки, скажем так. Да, да. Такой еще важный вопрос, вот многие люди нам спрашивают, да, потому что готовим тоже материал информационный и так далее. Каждый год увеличивается сумма по налогу на имущество физических лиц к оплате. Почему так происходит, если, скажем так, другие характеристики по объекту, они, как правило, насколько я понимаю, да, они остаются неизменными. Ну, в основном у нас сюда попадает налог на имущество физических лиц. Почему так происходит? Тверская область вместе с 70 регионами Российской Федерации с 2015 года перешли на исчисление налога от кадастровой стоимости. И вот в этот переходный период, поскольку вся Россия неодновременно перешла от начисления налога от кадастровой стоимости, поэтому законом предусмотрено постепенное повышение налогов на 10% ежегодно. То есть, несмотря на то, что характеристики у нас по объектам остались те же, но каждый год у нас увеличивается на 10% налог до тех пор, пока он не достигнет своей нормальной величины. Так, и еще, как мне кажется, важный вопрос, вот в преддверии, уже не в преддверии, а во время вот этой работы и подготовки к последнему финальному дню, да, льготы. Вы уже частично об этом сказали, давайте поподробнее еще раз, кто имеет право на льготы при уплате налогов? Ну, если мы будем говорить про транспортный налог, то у нас там, конечно, закон старый, он от 6 ноября 2002 года, номер 75 ЗО, и льготы там вот как бы уже на протяжении, ну, почти 20 лет, они одни и те же. Исключение составляет, на последние два года у нас предоставлена льгота многодетным семьям, но многодетным семьям имеют льготу на одно транспортное средство, легковой или автобус до 250 лошадиных сил. Здесь стоит отметить, что вот такие граждане, поскольку льготы даются на одно транспортное семье, даже если в семье несколько автомобилей, правильно я понимаю? Да, да, на одно, то есть выбирает или муж, или жена, на какое транспортное средство они хотят получить льготу, и каждый год пишется заявление. Почему это делается? Потому что в этом году мы хотели одну, муж, продали или там приобрели другую машину более мощную, то есть они выбирают, ну, какое транспортное средство они захотели бы получить, и к тому же у нас могут происходить изменения в семье. Ну, кто-то уже, может, достиг 18-летнего возраста, может, там еще у кого-то что-то появилось, разные ситуации бывают, поэтому вот эта категория нам ежегодно пишет заявление на предоставление льготу. Это что касается транспортного налога? Да. Так, какие еще бывают льготы? Еще хотела бы про транспортный налог сказать, что у нас есть, ну, определенная льгота, не является объектом налогообложения, это машина, которая в угоне. Вот эти граждане тоже должны нам каждый год заявлять, приносить справку, что машина не найдена. Это ежегодное подтверждение. Остальные льготы у нас есть по имуществу и по земле, они прописаны. По земле у нас теперь льгота в виде освобождения 6 соток. Эта норма, она не складывается, то есть нельзя, допустим, два участка по 30 метров сложить льгота. То есть она представляется на один земельный участок, так 6 соток, но если участок меньше, дается и на меньшую площадь. А по имуществу физических лиц, по налогу на имущество физических лиц, ну, это у нас пенсионеры, ветераны боевых действий, вонослужащие, там ряд налогов. То есть целый ряд, как бы, граждан, категория граждан. Да, целый граждан, а многоодетные имеют не льготу, а они имеют определенный вычет. То есть у них дополнительная из налоговой базы вычитается 7 метров на каждого родителя, 7 метров на жилой дом и по 5 метров на квартиру дополнительно. Вот, поэтому у них, ну, дается только родителям, то есть на детей эта льгота не распространяется. Давайте в таком случае напомним еще раз, да, где можно узнать всю необходимую информацию, да, где можно узнать о своих возможных льготах, да, если есть такая возможность претендовать на них. И вообще всю информацию вот о том, как сейчас, чтобы не забыть, чтобы не, скажем так, спать спокойно, да, как говорится, узнать о налоговой. Ну, основная информация у нас размещена, значит, на сайте налог 3w.gov.ru, там есть даже, если какие вопросы возникают, такая вкладочка промо-страница налогового уведомления 2021, вот там очень много подробного материала. Кроме того, на этом же сайте есть справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам. Там выбираете свой регион, свое поселение, если это находится в районах, и там вам подробно будет указано, какие льготы предусмотрены, предусмотрели местные органы власти, для каких определенных категорий людей. Ну, то есть всю необходимую информацию, да, еще раз, можно найти вот в том самом личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте налогового ведомства. Да, правильно. Галина Алексеевна, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня вместе с Кустовой Галиной Алексеевной, начальником отдела камеральных проверок номер 3, межрайонной ФНС России номер 12 по Тверской области, мы говорили о том, что вот уже сейчас, да, до 1 декабря необходимо успеть оплатить свои имущественные налоги, чтобы когда, как говорится, спать спокойно. Галина Алексеевна, спасибо вам большое. Я напомню, что вы смотрели программу «Тема дня. Комментарии». Меня зовут Никита Васильев. До свидания и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok